Приветствую, доброго времени суток всем, кто меня видит и слышит. С вами, как всегда, Гарги, и это уже... Тест-серия... Легендарного аниме... Легенда о героях галактики. Эпизод 65-й. Против всех знамён. Планета Хайнессон. Дом родной. Хаос, сопровождавший побег Яна Вэн Ли, не мог остаться незамеченным. Нет, не мог. Подробности инцидента, однако, были тщательно скрыты от общественности. Никак. По приказу председателя Верховного Совета Шуана Лебева. Прямо такси. Он верил, что это необходимо для поддержания порядка и доверия к правительству, которое то теряло на глазах. На деле же эти меры лишь усилили опасения и недоверие граждан. А то. Правительство должно сказать правду! Правительство должно сказать правду! Здание Верховного Совета. Правительство должно сказать правду! Правительство должно сказать правду! Есть только две вещи, которые мы хотим знать. Первое. Где представитель империи Реннин Камп? Да. Второе. Где вышедший в отставку адмирал флота Ян Вэн Ли? Причём второе важнее. Это всё, что мы хотим знать. Воистину. Отдайте нам Яна! Что вы с ним сделали? Слушайте, жалко я на самом деле восстановиться потихоньку этого чувака. Посмотрите на него. Он уже... Он уже изнеможён. Его нервы сожрали полностью. Глаза классно наезжали. Как и правительство Союза, представительство империи оставалось безмолвным. О-о-о! Эти, смотрите, вооружены. По полной. Не дай бог один на пуля. Там опасались нанести вред авторитету империи. Угу. Обнародовав бесславный факт захвата Ренен Камп. Вице-адмирал Заам. Удо-Дитер Фумель. Помощник. В конце концов, это породило всевозможные слухи. Ну, как всегда. Ты слышал? Адмирал Ян был взят в плен, и по приказу Ренен Кампфа заточён тюремный лагерь на планете Урваши, которая сейчас находится под прямым контролем империи. Слава богу, нет. Нет, всё не так. На самом деле, правительство укрыло адмирала на загородной вилле в горах. Недавно владелец соседней молочной фермы видел супругов Ян. Он рассказывает, что адмирал гулял в саду, нежно обняв жену за плечи. Согласно надёжным источникам, адмирал Ян и представители Ренен Кампф серьёзно друг друга ранили. Правда? Оба сейчас находятся в военном госпитале. Все они ошибаются. Адмирала Яна больше нет в этом мире. Он был убит подчинёнными императора. Почти правда. Для того, чтобы всегда поддерживать демократию, адмирал Ян преодолел тысячи световых лет и избрал Эль-Фасиль своей новой базой. Всё это было спланировано адмиралом Яном. В недалёком будущем он появится на Эль-Фасиле, непобедимой и отважной, чтобы стать предводителем революционного правительства и всю галактику призовёт на борьбу против империи. Именно. Точно. Ян чудотворен. Вот это самое близкое к правде. Ян чудотворец. Чёрт, да. Эти слухи, возносившие славу Яна до неимоверных высот, были наиболее популярны среди граждан. Сам же Ян оставался в нерешительности относительно своего будущего образа действий и проводил свои дни праздно даже после объединения с флотом Меркаца. Ой, боже, бедный. Ну и попал ты, чувак. Попал он сильно. Решил что-нибудь? Да. Это сойдёт, не так ли? Иррегулярный флот? Что это? Ну, это название флота, которым я каждого спрашиваю. Как ни глянь, для общественности мы всего лишь беспризорный частный флот. Так что я придумал простое имя, которое бы подходило нам больше всего. Я спрашивал о наших планах на будущее. Куда мы отправимся? Полетим ли мы на Эль-Фасиль? А, да, точно. Это очень интересно, очень. Вообще символично. Объявив декларацию независимости, но оказываясь во всё более глубокой изоляции, Эль-Фасиль отчаянно пытался привлечь на свою сторону Яна. Ну а то? Мы не изолированы. Люди, искренне болеющие за демократию, последуют за нами и восстанут так же, как мы. Мы радушно примем у себя командующего Яна, надёжного защитника демократии. Ну, это приглашение. Как насчёт такого? Мы вновь захватываем крепости Зерлон, обозначаем пространство от коридора до системы Эль-Фасиль как свободные территории и организовываем сопротивление. Свободные территории, да? В любом случае нам следует отправиться на Эль-Фасиль немедленно. Его жители полны энтузиазма, но у них нет ни политической программы, ни стратегии. Они с радостью примут вас как своего лидера. Лидер должен быть гражданским лицом. Нет такого понятия, как демократическая республика, управляемая военным командующим. И дебил. Я ни в коем случае не должен становиться лидером. Вы такой упрямый. Ещё как. Вы больше не военный командующий. Вы гражданский без звания и чина, не получающий от правительства жалования. Что заставляет вас сомневаться. И пенсию. Я не сомневаюсь. Адмирал Флота, вы не задумывались, в чём разница между вами и императором Райнхардом? Разница в таланте. Нет, вы ошибаетесь. Разница в амбициях. Император Райнхард не ждёт поблажек от судьбы, но строит будущее своими собственными руками. Да, да, это так. Хорошо это или плохо, таковы его принципы. Вы с другой стороны. Да что с вами, Адмирал Флота? На что же вы надеетесь, в конце-то концов? Ты помолчи. Я надеюсь только на одно. Что председатель Лебелла сумеет скрыть моё отсутствие. Что за... Сделение революционного правительства Эль-Фасиля наносит ущерб интересам Союза и является серьёзной угрозой самому его существованию. Мы надеемся, что они вернутся к идеалам нашего отца-основателя Хайнисен и прекратят быть такими самоуверенными на этом всём. Это всё? Прежде всего, где Адмирал Флота Ян? Председатель Верховного Совета! Мы упустили более важные вещи. Председатель! Скажите же что-нибудь! Господин Хвайру ждёт встречи с вами, председатель. Не хочу. Пусть идёт домой. Но... Более важно, как продвигается восстановление в должности командующего Бьёкока. Мы просили его неоднократно, но он неизменно отказывал, ссылаясь на то, что в настоящее время ему не позволяет здоровья. Может быть, чтобы он был так болен? Выборы не отчисывайте, Адмирала Чинкучена. Да. Все уходят от ответственности, оставляя меня одного. Они что, думают, что оставить демократическое правительство беззащитным правильно? Они все эгоисты. Чёрт подери. Они перекладывают всю ответственность на меня. Так он долго не протянет. Нет, не протянет. Всё. Вообще, я надеялся на Бьёкока, если честно. Мне... А-а-а... Смотрите. Смотрите, как уходит. Я завидую тому, как беззаботен Атенбора. Он всё ещё думает об этом, как об одной из этих студенческих затей. Но ведь то, что он говорит верно, не так ли? Ага. Если мы просто захватим крепость из Эрлон, то окажемся изолированными в коридоре. Но если мы сделаем Эль-Фасиль нашим плацдармом и объединимся с окружающими системами, это даст нам пространство для манёвра, независимо от того, как обернётся дело. Ага. К примеру, обмен на возвращение крепостей из Эрлон, мы могли бы потребовать признать автономию Эль-Фасиля. Есть и другие варианты. В любом случае, если мы хотим добиться от императора Райнхарда обещания, мы должны предложить ему нечто равноценное взамен, так что... Добиться от императора обещания? Ты, похоже, планируешь вести переговоры с императором. Но сдержит ли он своё слово? Он сдержит. Если ты скажешь, что этому нет никаких гарантий, то ты будешь права. Но я, тем не менее, в этом не сомневаюсь. Характер императора, как мне кажется, позволяет не переживать по этому поводу. Он может вести захваческие войны, он будет мстить и устраивать любое препятствие, но позволить себе нарушить данное им слово он не может. Нет. Это впечатление осталось у меня после встречи с ним. Было в нём что-то, что заставляет меня так думать. Хотя я не могу исключать того, что его чрезмерно преданные подчинённые выйдут из-под контроля, как это случилось в последний раз. Но с этого момента он начнёт лучше за ним следить. Так что нам выгодно, чтобы император Райнхард прожил как можно дольше. О, это блюдо из тушёного мяса действительно вкусное. Ну, его приготовила миссис Козельн и поделилась с нами. А? Прости меня, дорогой. Вице-адмирал Козельн тоже считает, что будет лучше, если я сосредоточусь на своих обязанностях адъютанта, нежели буду учиться готовить. Да, ты права. В последнее время столько дел, но ты сможешь научиться готовить потом, когда на это будет время. Да, на это точно сейчас нет времени. Мы между болтом и наковальней. Ян, Ян. Вот слушайте, как почему? Если жёнушка Яна не справится с рецептом, ингредиенты будут потрачены в пустую. Как человек, ответственный за снабжение, я не могу этого допустить. Заставить её отступить не ранее её чувств. Это было настоящим испытанием для меня. Кстати, почему ты не хочешь лететь на Эль-Фасильо прямо сейчас? По причине, которую упоминал Шонкоп, из-за личности императора, он определённо сделает свой ход. Он не будет сидеть сложа руки. Кроме того, наши силы слишком малы. Предположим, блюдо из тушёного мяса – это Эль-Фасиль. Так. И мы отправились туда. Ну так. Тогда другие системы, соблазнённые нашей неоправданной славой, последуют за нами. С нашими ограниченными военными ресурсами, мы будем не в состоянии защитить их всех. Всё, что мы сможем сделать, это всего лишь наблюдать издалека. Как эти системы, одна за другой, капитулируют перед войсками императора. Более того, при худшем раскладе, правительство Союза может объявить нас врагом и окончательно объединиться с войсками империи. Однако, если император мобилизует свои силы до того, как мы отправимся на Эль-Фасиль, есть 50-процентная вероятность того, что Союз испугается и попросит нас вернуться. Они могут даже мне передать полное военное командование и назначить начальником штаба и главнокомандующим флота. Чёрт! И ты согласишься? Ещё не знаю, если нож подставит, когда у меня будут подарки в обеих руках, уклониться от него не удастся. В любом случае, пока мы не загоним правительство Союза в угол, мы не сможем отправиться на Эль-Фасиль. После отставки командующего Бьюкока у флота Союза Свободных Планет не было главнокомандующего. В этой ситуации начальник генштаба Адмирал Чун Ку Чен принял командование как ИО главнокомандующего. Как на Адмирал Бьюкока мы не можем рассчитывать. Ты официально назначаешься на должность главнокомандующего. Сглавь флот. Пока Ян Вэн Ли не вернулся, давайте повременим с удалением ИО из моего звания. Он единственный, кто достоин занимать должность командующего. Он захватил представителя империи Риэнкампа и спровоцировал дипломатический конфликт между империей и Союзом. Вы его убить! Возвращение в данной ситуации невозможно. Вы его убить хотели! Однако, что вы будете делать, если Ян Вэн Ли объединится с императором Райнхардом? Мы не можем закрыть дверь на пути восстановления наших отношений. Нам нужно устроить всё так, чтобы он смог вернуться в любой момент. Если ты хочешь сказать, что если мы загоним Яна Вэн Ли в угол, он потеряет все пути отступления. И вступит в союз с императором Райнхардом? Да! Он может быть вынужден выбрать единственный оставшийся у него вариант, если осознает, что других путей выжить у него нет. Поэтому не нужно ставить его в безвыходное положение. Каким бы безвыходным ни оказалось его положение, я не могу себе представить, что он, будучи рожженной на чистой воде демократии, стал слугой самодержавного правителя. Пожалуйста, не забывайте, что Рудольф фон Гольденбаум начинал как лидер демократической нации, а закончил как основатель реакционной автократической династии. Ты потому-то... Поэтому мы должны казнить Яна Вен Ли до того, как это случится. Вы его... Вы имеете в виду, убей змею, пока она еще мала? Если вы отдадите приказ сражаться с Яном Вен Ли, я подчинюсь. Не думаю, впрочем, что есть шансы на победу. Для начала, чтобы вести войну, нам нужны солдаты. Как вы думаете, они захотят сражаться против непобедимого командующего? В итоге они просто присоединятся к нему вместе со своим вооружением. С их точки зрения, уничтожить его, лишь сыграть на руку Империи. Сражаться с Яном вовсе не значит стать испешником Империи. Да? Председатель, я лишь говорю о том, что почувствовали бы солдаты, а не о вашей личной точке зрения. Никто не посмеет стрелять. Никто не выстрелит из галки. Что ж, разрешите удалиться. У меня много дел. Ни один корабль против него не пойдет. Никто не посмеет нажать на кнопку. Ни один спартанец не вылетит. Этот человек скоро перегорит. Да. Но это, быть может, только к лучшему для него. Ни один спартанец не вылетит на своем корабле против Яна. Никто не сделает. 799 год космической эры. Первый год Новой Империи. 30 августа. Плод Миттер Майера, которому Райнхард отдал приказ двигаться в авангарде, готовился к отправке на Физзана. Да. Женить бы? Да. Почему ты не думаешь о том, чтобы жениться и свить домашнее гнездышко? Извини за смех. Я ничего не могу поделать. У меня нет ни намерения, ни правы. Имеет нормальную семью. А что с глазами у него? Я думаю, ты это знаешь лучше, чем кто-либо. Насчет этого не знаю. Эй, ты что, расстроился, что ли? Почему это должно тебя так заботить? Мне казалось, у него разные глаза. Я слышал, та женщина отправляется на Физан вместе с тобой. Неужели она так сильно тебе нравится? На ее словам. Причина, по которой она остается со мной в том, что она хочет собственными глазами увидеть мое падение. А, Миттер Майер в курсе. Можем сказать, что эта цель заслуживает восхищения? Миттер Майер значит... Ой-ё. Миттер Майер значит в курсе. Мама... Вот это я называю страстью. Не знаю, почему она сказала что-то в этом роде, но она тебе не подходит. И что же мне тогда делать? Дай ей денег и гони прочь. Это единственный выход. Странно слышать такой совет от тебя. Да. В любом случае ты должен найти выход из этой ситуации. Ты погружаешься все глубже и глубже в это безумие. Ему нравится. Я не вижу иного пути. Действительно, иной путь увидеть сложно. Я ошибаюсь? Нет. Кстати, я чувствую то же самое. Не волнуйся, Миттер Майер. А все еще военный. Если все же мне суждено потерпеть крах, это произойдет на войне, а не из-за какой-то женщины. Ой, многие военные крах теряли из-за женщины, крах терпели. Ох, как много, чувак. Ох, мне кажется. Кажется, Оберштайн вот этим и воспользуется. Ой, я чувствую. Все плохо закончится. Я так не хочу, чтобы вот Обершт... Я вот так не хочу, чтобы... 17 сентября основные имперские силы во главе с императором Райдхардом лично отбыли. Летит на свою новую столицу. Уф. О, и Миттер Майер с ним. Так что за хорошие новости? Да. Если ты о том, что имперские войска направляются к Физану, то я уже слышал. Ну, это больше похоже на сплетни. Наверное, мне следует выйти. Нет-нет, я хочу, чтобы вы оба это услышали. А почему? Говоря на чистоту, знаете ли вы, что в наших рядах числится незаконно рожденная дочь генерала Шонкопфа? Что? Сплетник. В офиге, да? Нет, я больше никому не говорил. Я определённо люблю Шумиху, но осторожен в таких вот делах. Сказать по правде, я ещё даже самому генерал-лейтенанту Шонкопфу не сказал. Шонкопф и сам об этом не знает? Офигеть. Генерал-лейтенант Шонкопф узнал из письма о том, что у него есть дочь. Но, похоже, в нём ничего не говорилось о том, где она может быть. Это, кстати, я слышал от него самого. Тогда как ты разузнал всё это? Да. Ну, когда я проверял список экипажа и регулярного флота Яна, я заметил имя младшей сержант Кати Розе фон Кройцер среди кандидатов в пилоты спартанцев. Я подумал, что где-то уже его слышал, и оказалось, что это и было имя дочери генерал-лейтенанта Шонкопфа, живший неизвестно где, о которых я слышал от него ранее. Шинкоп, конечно. Попал. Так что я пошёл туда, где собираются пилоты, чтобы полюбоваться на личико дочери Шонкопфа. И кто она? Ей должно быть где-то 15-16 лет, она достаточно привлекательна, и у неё есть потенциал стать ещё лучше. Единственным недостатком кажется её крутой нрав. Ты так примирился с мыслью о том, чтобы отказаться от своей веры в холостяцкую жизнь? Вице-адмирала Дэмборо. Ну, я думаю, нет. Она может быть и миленькая, но обязанность называть генерал-лейтенанта Шонкопфу тестем не способствует счастливой жизни. О, нет! Кроме того, учитывая её возраст, она бы больше подошла Юлиану. Нет, не пойдёт. У него уже есть Шарлотта Филлис. Ты прав. Ну, если дочь Козельна и дочь Шонкопфа сойдутся в битве за владение Юлианом, это будет зрелищем, которое стоит увидеть. У обеих отцы подлецы. Соперничество будет ещё то. Это верно. В любом случае, невестка у нас будет чудная. Что? Вы о чём вообще... Знаете, сколько времени уже прошло с тех пор, как Юлиан отправился на Землю? Надеюсь, он цел и невредим. Естественно. Я уверен, что он в безопасности. С ним всё норм. Он... Вообще за него меньше всего беспокоюсь. Он сейчас на Одине. В то же время Юлиан Минц вместе с флотом Валена прибыл на старую имперскую столицу Один. Он в тылу врага! Огневив о своём намерении переместить столицу, император Раймхард перед отъездом распорядился превратить Ноя Сансуси в исторический музей. И Министерство образования готовило проект реконструкции до этой цели. О как! А где подполковник? Эй, ты откуда? Ты одна? Не хочешь сфотографироваться со мной? Он как рыба, вернувшаяся в родную стихию. О боже. Что ж, когда фотографии будут готовы, я пришлю их тебе. О, ребята, всё ждёте? Что, потерпел неудачу? Я убедил её сказать мне, где она остановилась. У нас свидание сегодня вечером. Просто сейчас она не одна. Юлиан, у тебя есть способности ко многим вещам, но ты должен быть осторожен. Если ты не достигнешь уровня Яна Вейнли в понимании военной стратегии, уступишь Вальтеру фон Шонкомфу в мастерстве ведения ближнего боя, и будешь не так хорош, как Оливер Поплан в воздушных схватках, то станешь живым доказательством с лоб, не гонись за двумя зайцами. Так что, Юлиан, постарайся превзойти хотя бы меня на любовном поприще. О, а вон та цыпочка ничего. Если мы не сможем найти друг друга, просто встретимся в отеле. Уж его-то каждый из нас без труда найдёт. И даже если я не вернусь, не волнуйтесь об этом. Увидимся. Ты вообще понимаешь, где ты находишься, дебил? Люди не могут противиться судьбе. Или своей натуре. Имперский же флот, чье постоянное место дислокации было перенесено на Физан, успешно ввёл подготовку к переносу столицы. Так. Руководил процессом министр промышленности Сильверберг. Ночуя в своём кабинете, он работал днём и ночью, стремясь оправдать ожидания императора Райнхарда, выбравшего именно его. Смотрите, как старается. И упаковечить в твоё имя, возведя новую столицу империи, которая в будущем стала бы политическим центром человеческого общества. Благодаря гениальному кадровому решению императора, его амбиции приносили большую пользу. Старается, чувак. Но касательно последних событий, произошедших на территории Союза, до сих пор никаких решений принято не было. Причиной тому были неоднократные запросы императора Райнхарда о расследовании, направленные адмиралу Штайнмеру. И вице-адмиралу Зааму на Хайнессене. Да. И ожидания их рапортов. Штайнмерс, командующий флотом расквартированного на территории Союза, изначально планировал лично отправиться на Хайнессен. Командующий, слишком опасно отправляться на Хайнессен со столь малым эскортом. Это может привести к повторению ошибки адмирала Рененкампфа. Если это случится, зажгите всю планету Хайнессен вместе со мной. Это сразу положит конец хаосу начавшемуся в прошлом году. Классно. Что ж, оставляю командование на вас. Слушаюсь, только прошу вас будьте осторожны. Классная страховка. Объявляем. Если со мной что случится. Однако достигнув границы системы Гандхарва, Сайнменс получил от вице-адмирала Заама отчеты о произошедших событиях, в связи с чем решил вообще не отправляться на Хайнессен. Так как местонахождение Яна и его сторонников было неизвестно, он должен был учесть возможность внезапной атаки на имперскую базу на планете Урваши. Таким образом, он был вынужден сосредоточиться на защите Урваши. Очень грамотно. В октябрь, когда Штайнменс получил от Яна Вен Ли и его соратников сообщение о намерении возвратить тело Рененкампфа, после чего в указанном секторе была обнаружена капсула. В капсуле было письмо, проясняющее обстоятельства смерти Рененкампфа. Пложив это с результатами собственного расследования, Штайнменс пришел к выводу, что приблизился к правде и отослал отчет со своими выводами императору Райнхарда. По его прочтению, 9 октября 799 года космической эры или первого года новой империи, император Райнхард вызвал трех своих верховных командующих. Сохранение мира или возобновление войны. Все, затаив дыхание, ожидали решения императора. Ну, по факту просто Райнхард сейчас узнал, что один из его адмиралов, который был назначен губернатором на Хайнессене и губернатором всего Союза Свободных Планет, был то убит, то еще что-то. Ну, вы понимаете, да? И вот это очень такой щекотливый вопрос. Что теперь делать? Как отвечать на это все? Что делать с Яном? Что делать с Союзом? Черт его знает. Прежде чем перейти к обзору, хочу сердечно поблагодарить всех, кто приобрел подписку и стал горгушей на Boosty, где я выкладываю все созданные мной серии на сутки раньше, не вырезая музыку и не маскируя картинку. По скриптам, код GES выкладываю без ограничений на Boosty в открытом доступе. Короче, дорогие, опять все шишки на Яна, бедного Яна, господи. У него миллион вариантов и по факту не один, каждый может оказаться неправильным. Он не имеет права выбрать неправильный вариант ведения действия. Вы знаете, Яна мне жалко больше всех, потому что каждый раз он всегда начинает партию против Райнхарда или против кого бы то ни было, начинает партию с очень слабых карт. С черными. Всегда с невыгодной ситуацией. Такое ощущение, будто вот карма у него такая. Вот как будто он расплачивается жестко за какие-то грехи в прошлой жизни. Каждый раз он в очень тяжелой ситуации. Каждый раз должен сперва сравняться, а потом уже побеждать. Эх. Он в очень щекотливой ситуации. И слава богу, что он не поддается на уговоры своих адмиралов, которые, мягко говоря, конечно, очень-очень, между прочим, смышленые и умные, но вспыльчивые. Особенно Шенков. Он, конечно, очень умный мужик, но он просчитывает все на пару ходов вперед. Но Ян пытается, знаете, он пытается предугадать всю партию наперед. Всю партию наперед. Между прочим, так и думают настоящие гроссмейстеры, настоящие шахматисты. Они не просчитывают два хода вперед. Первые их ходы, это нацелены на, так у них это называется, дебютом называется. Несколько, кажется, первые пять или первые шесть или десять ходов, они всегда отработанные. Это азы азов. То есть, первые несколько ходов, это как бы всегда можно предугадать. Но вот после, кажется, пятого, шестого хода, все уже может повернуться в самое неожиданное русло. Но анализируя противников, анализируя их игры предыдущие, гроссмейстер прекрасно может понять, как и что делать. Ян сейчас вот в такой ситуации. Он сейчас подготавливается к тому, чтобы выиграть целую партию. Он пытается сейчас проанализировать абсолютно каждый ход. Самое главное, ему сейчас нужно проанализировать свой первый ход. Он уже его проанализировал. Он проанализировал полностью свой дебют. Он полностью понимает, что он должен сделать, чтобы в итоге у него было пространство для маневра. Пространство для маневра правильное. И чтобы этот маневр имел смысл. Райнхард обладает намного большими силами. Райнхард обладает, господи, практически целой галактикой. У него просто неограниченный флот. У Ян в очень ущемленной ситуации. И он пытается с этим что-то придумать и сделать. И одновременно, чтобы не сойти с ума на этой чертовой базе, сплетничает. А тумасем. Ох, интересно, что Шенкова будет, когда он узнает, что его дочка там затесалась. О, это будет цирк. Я себе представлю, как к ней парни будут пытаться подходить. А Шенков их просто будет мудохать по всем. Господи, зубы выбивать всем. Я вот прямо вижу это прямо перед глазами. Кстати, по поводу Физана. Слушайте, а куда Рубинский делся? Я вот прямо не до пары раз подумал. Господи, Рубинский, он же свалил. Вот куда он делся? Вот это мне очень интересно. Господи, Рубинский там 100% какую-то подлянку готовит. Вот мне очень интересно, какую. Что ж, Бьюкок отказался от звания главнокомандующего и Чинг У Чен, который был, между прочим, в адмиральском штабе, в штабе главнокомандующего. Чего убью, какая я помню, его назначили на это место. Хороший, правильный выбор. Это очень умный, очень грамотный человек. Придумавший очень грамотный ход, который Даян тоже до него додумался. И вот повезло, что Чинг тоже до него додумался, и они вместе. И вот так уж совпало, что они вот... Что ж, по поводу... По поводу вот этого председателя. Который сейчас на Хайнесине. Но он перегорит скоро. Все. Прямо вся, все это говорит. Рисовка нам уже показывает заранее, что человек уже скоро все сорвется и у Союза не останется. Председателя. Я на этим временем не знаю, полетит ли он на Эльфа Силь, не полетит на Эльфа Силь. Очень интересная ситуация, на самом деле, творится. Посмотрим, что будет. Я не могу даже предугадать, что да как будет. Единственное, что знаю, что с Оберштайном будет очень плохо. Точнее, этот... Ройенталем, простите. Оберштайн очень плохо сделает Ройенталь. Я вот это имел ввиду. Что, что это было? 65 серия, переходим к 66. Эпизод 66. Под знаменем Золотого Льва. 799 год по космическому календарю. Первый год новой империи, 9 октября. Император Райнхард вызывает к себе министра обороны Пауля фон Оберштайна, начальника генерального штаба адмирала флота Оскара фон Ройенталя и главнокомандующего флотом империи Вольфганга Миттермайера, трех верховных командующих имперских вооруженных сил. Да. Когда прибудет его величество? Скоро, я так думаю. И зачем же император нас вызвал? Это касается Ренинкампа? Верно. Пришло сообщение от командующего Штайнмеца. И? Ренинкамп сейчас на полпути в Вольгалу, а его тело скоро доставят сюда. Ясно, как и думал. И какова причина смерти? Самоубийство. Да. Значит, Ян Вэн Ли не виноват в смерти Ренинкампа? Ничуть. Если бы у Ренинкампа дела шли гладко, он бы не наложил на себя руки. Это да. Ему пришлось совершить самоубийство и поставил его в такое положение Ян Вэн Ли. Кроме того, сейчас последний находится в бегах и нам необходимо схватить его. Это да, это да. Однако, разве не сам Ренинкамп виноват в сложившейся ситуации? Хотя это лишь мое предположение, но Ренинкамп уже дважды потерпел поражение от Яна Вэн Ли. Ему не следовало об этом забывать. Мы не можем арестовать Яна, основываясь лишь на предположениях. Это виноват. Он с легкостью может опровергнуть наши обвинения. Ренинкамп всегда был лоялен своим подчиненным. К сожалению, Ян Вэн Ли его подчиненным не был. Верно. Но если окажется, что Ян Вэн Ли не виноват в смерти Ренинкамп, не будет ли император разочарован? Когда после битвы при Бермиллионе его величество встретился с Яном, то предложил ему служить под своим началом. И, скорее всего, до сих пор хочет этого. Да, а то. Он стоит вас всех вместе взятых. Я слушал, что вы были категорически против такого решения, и хотели поставить ему ряд условий, если бы он захотел к нам присоединиться. Интересно знать, какого рода были эти условия. Вы действительно хотите это знать, адмирал Фрот Руэндаль? Нет, я уже их знаю. Правда? Вы хотели назначить Яна генерал-губернатором всей бывшей территории Союза, и пусть управляет своей нацией как хочет. Логично. Вы хотели, чтобы он боролся со своими бывшими товарищами. Таков? Был ваш план. Вы считаете, что давать людям такие испытания важнее, чем привлекать их на службу императору? Привлекать таланты – это, конечно, хорошо. Но необходимо также проверять их лояльность перед этим. То есть все, кто служит императору, должны быть проверены вами? Какое грандиозное предприятие. Однако по каким критериям вы собираетесь учитывать их лояльность? Вы вдвоем должны придумать их, разве не так? Сейчас у вас в руках сконцентрировано немало власти. При желании вы легко можете избавиться от меня. Кажется, наш министр обороны кое-чего не понимает. При чем здесь это? И чего же? Якобы абсолютная власть армии, при правлении династии Лоенграммов, Вся полнота власти в руках одного человека – императора Рейнкарда. Элитермайер и я – просто подчиненные Его Величества. Как вы ранее говорили, министр обороны – мы – всего лишь промежуточное звено между императором и армией. Грамотно ответил. Как интересно. Грамотно, правда. Если я правильно вас понимаю, вы утверждаете, что неважно предан ли я Его Величеству. Потому что вся власть все равно в руках императора. Хватит коверкать мои слова. Вот да, он его пытается… Прекратите оба. Я нервничаю. Они друг друга не любят. И уж если честно, Оберштайн в этой перепалке, я думаю, выиграет. Я думал спорить с министром обороны. Моя работа. Ты-то зачем в драку лезешь? Будь столь саркастичен, Миттер Майер. Погорючился немного. С кем не бывает. А с чего это он вернулся? Вышел, вернулся. Видимо, он это… Вы поняли? Он, то есть, выдохнул, чтобы эмоционально не упасти. Вы уже слышали о Ренинкампфе? Так точно. Конечно, были у Ренинкампфа свои недостатки. Но все же он не был настолько плох, чтобы так жалко умереть. Я сожалею о его смерти. И что же думает Ваше Величество об этом случае? Ну… Да фиг его знает. Ну давай, Рожай. Сейчас уже бесполезно горевать о произошедшем. Теперь надо сделать так, чтобы в будущем не наступить на те же грабли. Это да. Исходя из сложившейся ситуации, вы должны использовать вражду между Яном Вин Ли и Союзом, чтобы привлечь этого человека на свою сторону. Но он его хочет к себе, очень. Что вы об этом думаете, министр обороны? Хорошая идея. Но следует еще больше усугубить разногласия между Яном Вин Ли и правительством Союза. Только тогда у этого плана есть шанс на успех. Сволочь. Уважаю, но сволочь. Если Ян Вин Ли будет служить Вашему Величеству, ему придется предать те идеалы, коим он был верен до сих пор, и выступить на стороне тех, против кого он боролся. Для того, чтобы жить дальше, ему придется перечеркнуть свое прошлое и начать жизнь с чистого леса. Да он скорее с собой покончит. И он это ставит. Я не думаю, однако, что он пойдет на это ради нас. Нет, не пойдет. Таким образом вы утверждаете, что Ян Вин Ли к нам никогда не присоединится? Вы это имеете ввиду? Так точно. Однако, если Ян Вин Ли все же решит перейти на нашу сторону, какие привилегии вы ему пожалуете? Если они будут через Чурмалы, будет недоволен Ян. А если слишком велики, это может вызвать недовольство офицеров. Вообще да. Хорошо. Тонкий момент. Хватит на сегодня о Яне Вин Ли. Но если мы не заполучим его в свои ряды, существующая система не будет соответствовать моим желаниям. Ваше Величество, я считаю, что проблема заключается не в политической системе, а в том, кто ею руководит. Факт того, что династия Гольденбаумов не признавала вас гения, хорошо показывает это. Подумайте об этом. Да уж. Тут не поспоришь. Так, Ваше Величество, каким будет ваше решение? Используем ли мы смерть Ленинкампа как предлог для того, чтобы окончательно уничтожить союз? Или же нам следует еще подождать? Быстро мобилизируйте свои силы и нанесите сокрушающий удар, пока они разбираются со своими внутренними проблемами. Неплохая идея. Но сейчас нам будет лучше постоять в стороне и понаблюдать, как они уничтожат сами себя. Ага, значит, он пока еще не вводит флот. Значит, он пока еще не станет этого делать. Но... Пожалуйста, мой император, не дайте мне шанса усомниться. Я выбрал вас своим лидером и буду поддерживать, а гордо нести ваше золотое знамя. Вы посмотрите. Так что, пожалуйста, меня не разочаруйте. Вы должны быть всегда впереди. Освещать мой путь золотым светом. Сивность и стабильность могут быть источниками этого света. И сравнимые амбиции и энергия. Вот ваши истинные достоинства. Хм... Райнхард имеет большую харизму, но большую харизму как... Эй, новая галактическая империя, династия Лоенграммов. Полководец. Би, существующее правительство Союза Свободных Планет. Си, Ян Венли и его независимые войска. Ди, бывшее правительство Физана. И, старая империя, остатки династии Гольденбаумов. Ф, Эльфа Силь, Декларация Независимости. Ты посмотрите, все силы она сейчас расписалась. Возможно, я слишком много думаю, но... Правильно думаешь, правильно все делаешь. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе. Молодец. Несколько лет назад все было проще, но и сейчас все не так плохо. В настоящий момент проблемы И и Джи не так важны. Но будет весьма скверно, если популярность Ян Венли объединится с военной мощью Союза и деньгами Физана. Все это может стать угрозой существованию новой империи. А торговцы его... Ян, возможно, не думает менять существующий порядок вещей. Особенно с его ограниченными военными ресурсами. Даже если он и планирует что-то сделать, пока ему не хватает для этого сил. Да. Но... Торговцы Физана. Даже если ему удастся победить императора. Что он собирается делать после этого? Хороший вопрос. Ян Венли. Какой интересный человек. Еще какой. Без него не будет того фактора, который объединяет нас всех. И все же, все враги империи должны быть сокрушены один за другим. Возможно, из-за этого его высочество колеблется сделать последний шаг. И все же, что думает об этом всем его величество? О-о-о. Даже я не знаю. Он такой немножечко... Роли, что у нас дальше по плану? Прошение об отставке Глюка, ассистент и министра промышленности. Почему? А что там случилось? На прошлой неделе министр Сильверберг был на больничном. И в его отсутствии Глюк сделал несколько непростительных ошибок. Значит, он захочет уйти в отставку, чтобы искупить вино? Гораздо более важно, что этот ассистент очень одаренный, но неуверенный в себе человек. Министр хочет оставить его у себя на службе. Ясно. Хорошо. Пусть войдет. А, ну... Несколько ошибок совершил по неуверенности, по не... Ну... Ну вот. Ему правда стыдно. Так случилось. Вы работаете помощником министра. Да. И если вы будете справляться с делами лучше него, я назначу вас на его место. У вас есть стремление работать. Глюк. И это главное. Продолжайте исполнять свои обязанности. Ясно? Да. Ваше Величество. Хм... Рой Лянь. Вдохновил. Да. Ваше Величество. Когда все это утрясется, я освобожу от занимаемого поста министра промышленности и полностью реорганизую министерство. Это неспокойное время. В консерваторах мы не нуждаемся. Угу. Но когда все утрясется, нам нужны будут такие люди, как Глюк. Так. В будущем мы используем Глюка, чтобы изменить эту бюрократическую машину. И тогда мы сможем создать полезное и эффективное министерство. Если организация полагается лишь на одного человека, даже если он гений, она будет несовершенной и придет к краху. Думаю, Его Величество не остановится только на реконструкции министерств. Нет. Что он думает насчет себя и своей роли в новой империи? Во. Вместо строительства новый министерств. Да, но министр, разве это возможно? Построить новую столицу всего за десять лет? Нет. А через десять лет нас наверняка уволят. Нет. Если это случится, вы тоже лишитесь должности, так ведь? Пока вы еще молоды, но через десять лет вам будет за сорок, а это далеко не самый лучший возраст. Какая потеря? К тому времени я стану премьер-министром. А мне он нравится. На 1 ноября были назначены тайные похороны Рененкамфа. Тайные. Церемония была простой, несмотря на высокое звание покойного. Об этом событии решили не извещать общественность, поскольку причиной смерти стало самоубийство. Ну да. Значит, верховный адмирал Рененкамф был повышен до адмирала флота? Хоть он и не пал на поле битвы, но все же он погиб при исполнении, так ведь? Я служил под началом Рененкамфа последние пять лет. Хотя он мог казаться строгим человеком, в душе он был очень добр. Пожалуйста, попросите его величества отомстить за него. Я понимаю ваши чувства, но в данном случае Рененкамф сам частично виноват случившимся. Дело непростое, мы должны тщательно составить план, прежде чем начать действовать. Бруно фон Кнапштайн и Альфред Грильпарцер еще до начала своей службы у Рененкамфа уже были высокопоставленными офицерами. Два этих чрезвычайно одаренных человека в будущем станут новой элитой имперских вооруженных сил. Однако характеры этих людей абсолютно разные. Грильпарцер не только хорошо знает военные науки, но также сведущ в географии, за что получил прозвище исследователей. Новость, которую он получил, касалась его книги о планетарных открытиях. Научное сообщество наконец-то признало его, и теперь он мог стать членом имперского географического общества. Очень приятно вот такие, знаете, лилические отступления. Приятно! После похорон император Райнхард созвал высшее имперское командование, чтобы сообщить им будущий политический курс новой империи. Интересно, будет ли император лично командовать новой военной экспедиции? Самый вспыльчивый, самый вспыльчивый. Самый. Рыжий. Иператор любит сражаться. Сейчас он живет только ради сражений, а эта война кончилась слишком рано для него. Это хорошо, что его величество решил построить новую столицу на Физане, но я не согласен с его нынешними политическими и военными реформами. Почему? Возможно, для меня это странные слова, но как начальник тыла я должен сказать, что для военной силы наилучшим решением является централизация. Если разделить имеющиеся силы на несколько частей, наша военная мощь сильно уменьшится. Возможно, но пока император находится у власти, такого не случится. Конечно, тут вы правы, но император не сможет жить вечно. Сейчас для нас он очень важен, и если мы потеряем его, ситуация может выйти из-под контроля. Я согласен с вами, но все мы старше его и уйдем в Альгалу раньше. Эта проблема коснется только будущего поколения. Конечно. Но я чувствую, что император уже не так здоров, как прежде. Меня это очень сильно волнует. Его величество похож на поэта. Это проявляется на всем протяжении его жизни. Но он не нуждается в словах, чтобы писать свои стихи. По этой причине император просто не может жить обычной жизнью. Он намекает на то, что он перегорит. Вы знаете, что, думаете, будет делать правительство Союза в этой ситуации? Скорее всего, они ничего не смогут сделать. Союз полностью потерял контроль над ситуацией. А раз потеряли контроль, это неизбежно приведет к хаосу и неразберихе. Тогда мы должны взять инициативу в свои руки и восстановить порядок, не так ли? Хаос, который сейчас царит в Союзе, это настоящий подарок великого бога Одина, дарующего нам всю их территорию. Даже если мы быстро мобилизуем свои силы, нужно еще организовать снабжение войск. Иначе получится битва при Амрицаре в зеркальном отображении. И грызь локти, с голода придется уже нам. Все будет в порядке, если мы будем использовать Союз как базу снабжения. По каким правовым обоснованиям? Правовым обоснованиям? Разве оно нам так необходимо? Если правительство Союза захочет само подавить мятеж, мы ничего не сможем сделать Яну Вэн Ли. Поскольку Баалатский договор с Союзом запрещает нам вмешиваться в их внутренние дела. Ага. Ясно. Но их желания не соответствуют их возможностям. Где Ян Вэн Ли? И куда делся Рэннин Камп? Незнание ответов на эти вопросы демонстрирует их слабость. В принципе, я с вами согласен. Но мы должны быть осторожны. Если бы Мэклингер был здесь, то это дело можно было поручить ему, но... Да. Со времен Липштадтской войны наш состав сильно изменился. Хм... Мэклингер, Люц, Штаймец и Кеслер сейчас на дальних рубежах Империи. А Вален все еще в госпитале. Верхай, Стэмп, а теперь Ириен Камп. Уже пируют в Альганле. Наш строй редеет. Ладно, вернемся к дискуссии. В конце концов, проблема заключается в том, кто, Новая Империя или Союз, доберется первым до Яна Вэн Ли и сможет использовать его в своих целях. Сейчас следует обсуждать не то, что уже сделано, а то, что предстоит сделать в будущем. Если мы правильно проанализируем прошлое, нам станут понятны истинные цели Яна Вэн Ли. А их необходимо знать, чтобы строить планы на будущее. Особенно против него. Против Яна. Если мы убедимся в том, что Ян враг Новой Империи, у нас будет причина применить против него силу. Но, как символ антиправительственных сил, Ян Вэн Ли может заручиться их поддержкой. Это ведь отлично, не так ли? Пусть все наши враги объединятся вокруг него. Если это произойдет, то мы можем убить одним выстрелом всех зайцев. А это лучше, чем гоняться за каждым по отдельности. Ян тебя несколько раз имел. Вряд ли это будет проще. Их объединенные силы могут превзойти нашу способность их контролировать. Конечно, я сильно сомневаюсь, что такое может произойти. Но все же, такая возможность существует. Вооруженные силы, наши недавно образованные империи, недостаточны, чтобы защищать такую громадную территорию. Сейчас наша власть слабее, чем кажется. Однако у противника дела обстоят еще хуже. Даже если нам будет противостоять необученная толпа, способностей Яна Вэн Ли хватит, чтобы скомпрометировать все их минусы и доставить нам кучу неприятностей. Будем действовать необдуманно, и нас будет ждать вторая битва при Вермиллионе. Не знаю, какой план будет принят, но при нынешней ситуации легкого решения для нас все равно не будет. Миттермайер, молодец. Конечно, Ян, это проблема. Но и недавние слухи о том, что командующий Меркат все еще жив, похоже, правда. А, еще и Меркат у них проблема, шило в заднице. А? Да, такой человек так просто не погибнет. Нет. Согласен. Ммм. Он многих вас сто процентов учил. По старту или в штат. Там мы боролись плечом к плечу. Да, 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 да. Теперь же стали врагами. В штатском союзе они вместе были, да. Так многое изменилось за эти несколько лет. Да. Хочется увидеть, чем это все закончится. И пока этого не произойдет, я не хочу умирать. Ммм, такая перемешка началась, прямо как когда Юлий Цезарь умер и несколькие партии… Император Райнхард был недоволен и не мог понять причину своего плохого настроения. Ой, парень недоволен. Хотя он и обладал абсолютной властью, но старался без надобности не использовать ее. Он не хотел быть похожим на императора Рудольфа, человека, которого он презирал за привычку использовать силу и поэтому обычно старался действовать осторожно. Другими словами, в нем вели борьбу амбиции и сожаления. И именно поэтому в течение нескольких последних месяцев он ничего не предпринимал. Ваше Величество выигрывает все сражения. Вы изменили историю и теперь она течет в нужном вам русле. Но сейчас вы собираетесь просто опустить руки и признать себя побежденным? Ты прав, Биттенфельд. В этот момент Райнхард понял, что же он так долго искал. Я слишком долго колебался. Наша важнейшая задача сейчас – это объединить галактику. И перед лицом этой главной задачи приверженности в мельчайшей букве закона просто не заслуживает внимания. Верховный адмирал Биттенфельд. Я. Слушай мой приказ. Со своими черными рыцарями торгнись на территорию Союза, соединись с командующим Штаймецем на планете Урваши и жди подхода главных сил, которыми командовать буду я. Слушаюсь. Смотрите, как загорелся. Твой Лайн Марендорф. В ближайшем будущем мы обязаны объявить о смерти Рейенкампа. Вина будет возложена на Союз, после чего будет отправка карательных сил. Декрет должен быть готов до конца этой недели. Слушаюсь, Ваше Величество. Наши планы на будущее теперь определены. Господа, теперь время готовиться к новой войне. Будет исполнено. Между прочим, Ваше Величество, что с вашим замком, строительство которого еще не завершено? Я не нуждаюсь в обычном замке, ибо сейчас мой замок – это наша новая галактическая империя. А трон – это флагман Брунгильда. Офицеры чувствовали сильное волнение. Император принадлежал полю битвы, а не мирному дворцу. Да. Именно эту черту адмиралы любили в нем больше всего. И из-за этого они за ним и пошли в свое время. 10 ноября черные рыцари выступили в поход. Да. Это была первая военная кампания в истории новой империи. Хорошо. Отправляемся на Хайнесен, чтобы выпить там победный тост. Да. Эти события произошли на 141-й день после восшествия на трон Гранхарда фон Глойнграмма. Ну все. Чувак психанул. Перегорел в нем. Захотел воевать. Наплевал на все договоры, на всю подписку. Эх, и… А пофиг! Их внутренние проблемы, их не внутренние проблемы. Да пофиг уже, господи. Давайте уже наконец-то их всех поимеем и станем полноправными хозяевами целой галактики человечества. Прежде чем перейти к обзору, хочу сердечно поблагодарить всех, кто приобрел подписку и стал горгушей на Boosty, где я выкладываю все созданные мной серии на сутки раньше, не вырезая музыку и не маскируя картинку. По скриптам, код ГЕС выкладываю без ограничений на Boosty в открытом доступе. Ну что могу сказать. Шли несколько очень интересных дискуссий на самом деле. Первое насчет того… Яна привлекать на свою сторону, не привлекать на свою сторону, но его очень сильно хотят привлечь на свою сторону Райнхард. Оберштайн тоже с этим согласен, но он хотел бы использовать Яна как рупор. Очень интересный. Он хочет использовать его против своих же. Короче, он хочет, чтобы союз свободных планет друг друга сожрал. Раз уж Ян будет с ними, это будет намного проще сделать. Он Яна против своих направит, те офигеют и потеряют всю надежду, потому что самый крутой главнокомандующий, который им был теперь за имперцев, ну и так далее. Короче, идеальный вариант. Райнхард также хочет Яна к себе по причине того, что он хочет объединить целую галактику, если самый сильный главнокомандующий союз свободных планет, который, между прочим, просто… Вот от мозга, от костей башки до мизинца полностью приверженец демократического всего, то это будет, мягко говоря, затруднительно. Но если это получится, то это будет просто великолепно. Представляете, какая пропаганда, а? Да любой самый идейный демократ или республиканец, или те, кто за идею свободы, демократии, равенства и братства разувериться во всем. Вот Ройенталь с Оберштайном до сих пор не могут найти общий язык. Их конфликт продолжает расти и расти не так сильно, как Миттермайер. Миттермайер, между прочим, более-менее нейтрален, пытается их сдерживать. Нет, конечно, он на стороне Ройенталь, это его друг, это его брат. Они там, черт знает, сколько вместе… Но смысл в том, что он пытается хоть как-то усмирить ситуацию. Нельзя в этом триумферате, чтобы был разлад очень сильный. Также хочется, между прочим, подчеркнуть момент, что там… Сейчас все очень быстро меняется. Сейчас там идет такая очень интересная история, что все меняется. Там даже… Мариендорф пыталась там прямо подсчитать старые силы, новые силы и так далее и тому подобное. Напомнила мне ситуацию, когда Юлия, Гая Юлия Цезаря убили в Сенате. Зачинщиками были это Цицерон, Брут, ну и еще очень многие. И хотел подчеркнуть момент того, что после этого был просто страшнейший конфликт и страшнейшая война между миллионами партий. Тогда была такая сложная политическая ситуация. Гражданская война шла, Марк Антони отдельно, Октавиан отдельно. Они то были врагами, то были союзниками, тот Цицерон был союзником Октавиана. Потом Октавиан их всех кинул, потом объединился с… Господи… Потом объединился с Марком Антонием, потом они поссорились. Короче, это было самое кровавое и самое интересное время во времена Римской империи. Цицерон Африканский вообще отдельно там… Сцепион Африканский там вообще отдельно… Вообще когда-то был Триумвират, когда там был Марк Антоний, когда был Октавиан, ну и третий. Короче… Короче, это был просто… Знаете что, отвал башки был. Господи, кто за кого, кто за кого… Господи, до сих пор на самом деле историки более или менее там все… Соединили, объединили всю историческую хронологию, но до сих пор многие… Многие нити остаются разорванными и до сих пор не могут разобраться, кто за кого, с кем и как, что было. Это очень сложно… Примерно здесь вся такая ситуация… Меркат был в Легштадском союзе, а теперь некоторые адмиралы, которые были с ним в Легштадском союзе, теперь служат Райнхардуа… А он вообще перешел на сторону демократии… Вообще… Вакханалия, на самом деле, настоящая оргия политическая творится… Ой… Ну так приятно… Очень интересно с этим наблюдать… Скандалы, интриги, расследования… Кто за кого… А что произойдет дальше… Вы знаете, в чем дело… Вот Оберштайн… Сволочь, но достоин уважения… Вы понимаете, в чем дело… Он предложил… Ээээ… Предложил более сильно… Разлад внести между союзом и между Яном… Потому что, если уж Яна привлекать на собственную сторону, то Ян сам должен этого захотеть… Но он этого не захочет никогда… Его должны так сильно в угол загнать и так сильно обидеть, что он этого… Он, скорее, с собой покончит… Если вам понравилось, будьте добры… Поставьте лайк… Подпишитесь на канал… Группу ВКонтакте обязательно, чтобы быть в курсе всех событий… И обязательно на Boosty подпишитесь, если хотите посмотреть данные серии… Ээээ… С прекрасной музыкой… Без вырезанной музыки… С великолепным визуалом… То есть, без надписи на видео… Ну и чтобы приятно, банально провести время… Удачи! Увидимся уже на 67-й и на 68-й серии… Легенды о Героях Галактики… Ей когда ввер UM… С человеческими планками… Зам... С За Семен… Продолжение следует...